привет всем кто заглянул ко мне на канал с вами марина сегодня продолжаю шить из шелковых лоскутов атласных и каких-то не хлопковых это первая часть видео и у меня были вот такие расцветки ткани а во второй части я буду использовать другие чтобы у меня изделие было двухстороннее шить я буду подушку на молнии обязательно досмотрите это видео до конца она подробная разговорная я покажу как вшить молнию просто и удобно в комментариях после первой части видео было много вопросов как правильно использовать флизелин флизелин у меня плотностью и 30 и 40 можно взять самый-самый тонкий сначала лоскуты я проутюжу потом накладываю флизелин клевой стороной на лоскут зачем я брызгаю водой да у меня на утюге кнопка пара сломалась а лучше использовать вот с отпариванием так будет мне кажется прочнее я так делаю мне нравится собираю разные обрезки флизелина любого качества и приклеиваю это не так уж важно какая будет плотность лоскуты у меня сегодня в работе определенных оттенков красного не будет такая вторая сторона подушки будет более спокойная да я считаю что изделие у меня вот получается стильная красивая в технике crazy а потому что смотрите какие ткани а как приятно их трогать они все шелковые атласные я нарезала много тонких полосок хочу сделать какой-то дизайн чередовать пошире лоскуток и тонкую полоску хочется что-то придумывать оригинальничать каждый раз разное показывать когда я шью я очень увлекаюсь дорогие мои стёжку делаю после того как пришила несколько лоскутов и сразу делаю стёжку можно совершенно вот разную делать как вам нравится я показываю как я делаю а сейчас у меня огромная просьба и хорошая информация все ли знают что у меня есть канал на яндекс дзен это такая платформа она активно развивается там можно видео смотреть а еще статьи теперь я уже пишу статьи для той категории зрителей которым не всегда удобно смотреть видео например вы едете в метро маршрутки на работе или уже дома все спят и вы не можете включить звук статьи у меня тоже про рукоделие дорогие подписчики моего ютуба подписывайтесь на яндекс дзен скоро будет конкурс с подарками и я буду отправлять призы вам а я уже перехожу пришиванию молнии смотрите как лучше сделать край пришить два отрезка ткани обрезать лишнее это помогает потом прошивать шов как бы не мешает молнии а то ведь можно иголочку сломать меня такое уже было как правильно пришить один раз попробуйте пришивать молнию таким методом вам понравится и будете его применять всегда дорогие зрители моего канала мне очень интересно читать комментарии вы пишите свои истории советы даете ну а кому же совсем не нравится мой голос есть такая ручка звук выключить нажмите ее и смотрите молча если я рассказываю очень медленно и показываю а вы уже все все знаете и смог только ищите идеи можно конечно поставить на ускорение кому-то мешают титры я не пишу титры это у вас так настроена техника тоже можно титры убрать смотрите сколько функций для нашего удобства а я всем желаю удачного творчества и продолжаем просмотр у меня подкладочная ткань это перкаль новая потому что подушка получается очень красивая подарочный вариант можно кому-то и подарить такую внимательно следим как я накладываю детали друг на друга я делала два шва сначала пришила молнию к подушке а потом еще один шов соединила с подкладкой но у кого ручки очень умелые они это делают сразу подкладку я сделала на полтора сантиметра больше по краям чем сама верхняя часть подушки для того чтобы внутри не натягивалась вот когда вставляем туда уже подушку с синтепоном или там с другим наполнителем чтобы у нас она легла свободно это надо учитывать я советую так сделать мне кажется так правильно я пользуюсь иголками булавками и делаю все не спеша до чтобы получилось качественно и красиво дорогие мои подписчики и гости канала также все знают что у меня из групп вконтакте девочки и куколки рукодели а кто не знает ссылочка в описании под видео мне так приятно видеть как рукодельницы шьют по моим мастер-классом но еще и сами придумывают много у нас там такие мастерицы выдумщицы с каждой стороны молнии я проложила строчку на расстоянии 5 миллиметров от края получается все аккуратно и красиво мне очень нравится такой метод всем советую теперь надо сложить подкладочную ткань с подкладочной две стороны подушки друг с другом посмотреть сходится ли у нас вот это соединение подкладки и самой подушки и делаем строчку на машинке конечно оставим место через которые будем выворачивать это важно я все сколола иголками булавками замерила все стороны и самое главное не забываем расстегнуть молнию это тоже важный момент осталось всего прошить по краю по контуру потом вывернуть и зашить вот это отверстие на руках или на машинке вот такой сегодня мастер-класс я думаю что многим будет полезным он я жду от вас лайк комментарии и конечно желаю всем здоровья хорошего настроения удачного творчества и пусть у вас все получится подписывайтесь на мой канал яндекс дзен и скоро призы и подарки удачного аппетита